Это комната моего старшего сына, детская. Я в ней окно закрыла вот такой калькой. Солнышко тут бывает с 6 утра, ну вот с самого рассвета до 10 утра. Но этого уже бывает достаточно для того, чтобы на орхидейках получились ожоги. Вот такие вот некрасивые пятна. Поэтому я закрыла калькой. Вот так вот свет проходит, в принципе, им хватает, а солнышко не пропускает. Очень здорово. Здесь у меня собирается цвести вот такая розовая, это секси пинг называется. Пока не хочу показывать, хочу показать тогда, когда уже полностью она распустится. И вот это же мчужина императора, тоже вот здесь вот боковая почка скоро тоже пойдет более активно в рост и будет наращивать цветочки. Тогда я тоже ее покажу более детально. Взрослый вот такой кустик. Очень красивая орхидея, одна из моих любимых. Вот здесь вот живет орхидейка. Это орхидейка, я ее планирую в будущем либо продать, либо подарить, так как у меня есть уже дублер этой орхидейки, но в бабочке. То есть это простая форма цветочка, у меня есть бабочка, поэтому смысла в это я не вижу, и я, в общем, с ней буду потом в будущем прощаться. Ну, пока пусть растет, вот тут вот тоже почка, но она не растет, она замерла. Это вот моя олегата бабочка, я ее показывала в прошлых видео. Она не так давно зацвела, но так как она подросток, я не хочу давать ей цвести. Из-за того, что таким маленьким орхидеям, когда у них мало корней и мало листьев разрешают цвести, у них может начаться отмирание либо листьев, либо корней. В общем, цветок может начать умирать, так как корней нет, сил мало, и орхидея колоссальные силы тратит на цветение. В общем, я разрешила ей распуститься, вам показывала цветение. И после того, как сняла видео, я сняла все цветы, убрала с нее, для того, чтобы она стала более активно расти. Сидит она у меня также вот в фитильном горшочке. Вот эта вот орхидейка, за которую я говорила, которую хочу подарить или продать, вот она тоже сидит на фитильном поливе. Я не хочу, я вернее хочу вам сказать, что для того, чтобы перевести орхидею на фитильный полив, для этого совершенно необязательно покупать вот такие специальные горшки. У меня посажена орхидея в обычный горшочек, вот здесь вот протянут шнур синтетически. Она стоит вот в таком кашпо, там вода. Орхидея до кашпо не достает, орхидея до воды не достает, достает только фитиль. И вот она постепенно оттуда пьет воду. Вот эта вот орхидея тоже сидит вот в маленьком фитильном горшочке. Я эта орхидейка роскошная, шикарная, эксклюзивная бабочка. Эта орхидея была только у одного продавца. Давно еще я брала ее осенью. Никогда я больше не встречала ее нигде и ни у кого. И вот она цветет такими розовыми венозными цветочками. Ну, красивый очень розовый оттенок, такой вот нежный, неяркий. Я заказала через интернет эту орхидею. Она ко мне пришла в начале осени, в конце лета. Пришла в ужасном состоянии. Продавец пересушила корни. В общем, корни эти буквально в течение недельки отвалились у нее от сухости. Они были настолько пересушены, что абсолютно отказывались принимать влагу, впитывать воду. В общем, корни у нее отвалились. И листики там было достаточно много листьев. Листья сморщились и она стала погибать. В общем, я обычно никаких реанимаций, как правило, не произвожу с орхидеями. Я с ними очень легко расстаюсь. Но, потому что, ну, во-первых, я не умею. Во-вторых, мне вот это вот времени на это нет. Постоянно протирать, ходить, опрыскивать, что-то еще с ними делать, чтобы привести их в чувство. Но вот, допустим, если бывает какая-то редкая орхидея красивая, я могу, как бы, если она одна из моих самых-самых любимых, я могу только вот одной ей в порядке исключения уделить внимание более тщательно и провести несколько, некоторые реанимационные меры с ней для того, чтобы сохранить эту орхидею. Вот, так я, ну, потому что я, как бы, считаю, что не орхидеи для нас, не мы для орхидеи, а орхидеи для нас. То есть, вот я люблю на окошке на своем видеть только здоровых, красивых, ухоженных орхидеи и вообще цветы. Ухоженные, красивые. И остальные меня просто расстраивают. Я считаю, что наши цветочки нам нужны для того, чтобы поднимать настроение, а не наоборот нас расстраивать и подвергать грустные мысли. Погружать, вернее. Можете меня, конечно, осудить, но это ваше право. В общем, это моя точка зрения, я так считаю. Вы можете считать по-другому. Так вот, вернемся к этой орхидеике, в общем. В общем, я пыталась-пыталась боролась-боролась за нее, за ее жизнь. И она дала мне с точки роста прикорневую детку. Вот эта детка. Растет она очень медленно, конечно. Конечно, за зиму она не нарастила вообще ни корней, ни листьев, ничего. И вот этот вот третий листик, она стала буквально совсем недавно, может быть, месяц назад. В общем, как весна пришла, с приходом весны она начала растить вот этот новый листик. А так вот она сидела без движения. Но повторно я заказала у этого же продавца, у того же появилась эта орхидея зимой. Ну как зимой, вот в конце зимы уже ближе были еще холода. И я заказала эту же орхидею повторно, вот таким вот устиком взрослым. И мне там целое дело, мне там через поезд ее доставляли, потому что по почте она бы замерзла. В общем, укутывали ее. Короче говоря, вот эта орхидея, настолько она мне нравится, эта бабочка, настолько я ее мечтала и хотела. Хотя вот, ну сказать, что она какая-то просто нереально шикарная, ну я не могу такого сказать. Ну просто вот любимые мои цвета, любимые мои оттенки, розово-фиолетовый, вот это мои самые любимые. Поэтому, ну, нравится она мне. Ну, в общем, теперь у меня их две одинаковых. Я их в будущем посажу в один горшочек. Это мультифлоры, они обе бабочки. Я люблю, чтобы у меня цвели пышным, красивым букетом орхидейки. Поэтому я их посажу, вот это вот немножко подрастет, это окончательно придет в себя. Вот она, кстати, уже стала с приходом весны растить новый листик. Тоже сидит вот в таком фитильном горшочке. В общем, они будут впоследствии жить в одном горшочке. Это вот детка орхидеи розовой Сакраменто. Орхидеи. Ничего в ней такого шикарного нет. Обычная орхидея розовая с малиновой губой. У нее очень крупные цветочки. Она дала мне тоже что-то... А, я ее полила, ее маму. Это где-то год, наверное, назад было. И поставила на окошко. Как всегда, у меня не было дома. Муж открыл окно. В общем, орхидею просквозило. По ней пошли мокрые влажные пятна, гниль. И буквально в тот же день я их зачистила. И, в общем, она у меня таким образом осталась без точки роста. Она мне сама дала вот такую вот деточку. Ничего я не мазала, ни пастами, ничем. Детка, получаясь, прикорневая. И я ее вот, как у нее образовалось два корешка, я ее посадила отдельно. Ну вот, на концах, не знаю, видно, нет. Извините. Листики начали сморщиваться. В общем, она никак у меня не адаптируется. Так вот и сидит. Вот это орхидейка. Эта орхидейка тоже очень красивая. Эта бабочка. Называется она Амор. У нее такие бордовые цветы с белой окантовкой по краю. Очень тоже редкая. Вот эта и вот эта розовая. Это две очень редкие бабочки. Вот эта Амор, она похожа на белизу. Может быть, кто-то видел белиза. Сорт бабочка. Вот она на нее похожа. Но, как мне кажется, белиза намного смотрится проще. У нее цветочки мельче. И вот все равно для меня лично она не настолько шикарная, как вот именно эта Амор. Она такая же прекрасная и красивая, наверное, как и ее название. Вот. Ну, также она вот у меня листикная начала расти с приходом весны. Сидит в фитильном горшочке. Вот. И вот хочу рассказать за вот эту орхидею. Эту орхидею я показывала вам в видео, когда я ее пересадила. Это мультифлора 3 липс. После пересадки прошло где-то недели 2-3. И не больше. На старом цветоносе она пробудила почку. Вот она. Все отсвечивает. Ничего не видно. В общем, почку. Вот здесь вот она растит. Да что так? Здесь она растит. Новый цветонос. Я ее вот 3 недели назад пересадила в горшочек с фитильным поливом. До этого она у меня сидела в обычном непрозрачном, по-моему, горшке. Ну, вот здесь по горшку у нее пошло много растущих корней. Против света вообще ничего не видно. Ну, другой возможности нет снимать. Так. Ну, вот растущий корень. В общем, она находится в активном росте. И растит цветонос новый и продлевается старую почку. Также у нее вырос вот этот лист. После пересадки очень быстро он вырос. Это первый лист у меня, который она отрастила. Несмотря на то, что это орхидея, у меня довольно-таки давно. с осени тоже с прошлого года она всего лишь вот этот лист стал у меня растить. Вот. Что хочу сказать. Он просто огромный. Вот она мини по размеру. Этот лист новый, он в два раза больше ее предыдущих листьев. Вот посмотрите. Такой вот слоник отрос. Из чего я могу сделать вывод, что ей понравилась закрытая система. прошу прощения, фитильный полив ей понравился. И она себя очень хорошо чувствует в этих горшках с фитильным поливом. вот. И как зацветет тоже вам обязательно сниму и покажу. Ладно, наверное, буду заканчивать. Это у меня горло першит, не могу нормально разговаривать. Всем спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, буду рада. Всем пока!